Оппозиция во главе с кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2010 года Николаем Статкевичем, недавно освобожденным из заключения по решению действующего главы государства Александра Лукашенко, требует остановить текущую избирательную кампанию. Статкевич, который был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков после выборов в декабре 2010 года и причислен западом к политзаключенным, заявил, что будет бороться за возвращение избирательного процесса к этапу регистрации групп по сбору подписей. В пятницу в Минске прошла пресс-конференция на эту тему, в ней, кроме Статкевича, приняли участие экс-кандидат Владимир Никляев, сопредседатель Оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и не собравший необходимое количество подписей для регистрации кандидатом лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. «Мы будем проводить общественную кампанию, чтобы донести белорусам нашу позицию. Мы будем требовать остановить эту кампанию и провести демократические выборы», — заявил Статкевич. Он выступил за игнорирование текущих выборов, но не стал называть это бойкотом, публичная агитация за которой запрещена белорусским законодательством. «Бойкотировать можно только справедливые выборы», — пояснил он. «Было заявлено, что политики намерены добиваться делегитимизации выборов, поскольку выборы будут свальсифицированы уже на этапе формирования списков кандидатов, и Запад не должен их признать. Никто из представителей демократической общественности не может участвовать в этих выборах, если только он не стал на сторону режима», — сказал Никляев. «Статкевич незаконно лишен права избираться. Пока ему не будет возвращено это право, выборы не могут считаться законными и признанными западными демократическими странами», — считает Никляев. Выборы президента Белоруссии назначены на 11 октября. Сейчас идет проверка собранных подписей для регистрации кандидатов в президенты. ЦИК рассчитывает завершить регистрацию к 10 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова